подписчик канала спрашивает где в районе алматы можно поискать крупинки но вот я немножко от алматы отошел забрался в горы и предлагаю по пользу воспользоваться вот такой вот программой со склона горы значит мы наблюдаем дорогу речку внизу дорога идет речка течет а мы на склоне стоим до можем осмотреть где какие осыпи где какие породы примерно то есть скальник осыпь ну то есть что-то чего-то можно увидеть да самое главное рельеф визуально можно представить себе ну что спустимся на дорогу там автомобиль нас ждет мы сядем автомобиль и поедем уже на автомобиле по дороге все вот она дорога поехали у нас не дорожник поэтому можем как попало ехать едем смотрим где что чего как что нам нравится не нравится так что вот вроде как место интересно но здесь населенный пункт до какой-то давайте его проедем он красные домики не будем людям тут мозолить глаза своим присутствием мы проезжаем выше мы любуемся природой а он вроде бы как ручеек с горы стекает там вот сейчас до него доедем мы поедем напрямую без соблюдения дорожной разметки я напомню что мы на внедорожнике едем или пешком идем поэтому уже немножко по примере идти такая не очень понял здесь чужие дорога на к заканчивается это все границы уже дороги то и нету а вот вот смотрим значит сверху стекает река о как высоко да и оттуда течет река приехали мы с той стороны погода какая хорошая солнышко светит тучек нет прелесть как раз горах работать ну и что вместо интересное давайте поставим метку здесь отметку поставить а вот есть у нас уже уже пора его менять вот метка у нас и мы ставим ее вот тут где она спряталась ну и окей вот так где она у нас сделать не туда стало так сейчас новую метку поставим это удалим потом да ты подевалась у елки полки надо что до прийти а потом ставить метку все то есть сюда мы вот пришли здесь ставим метку вот метка есть все место мы отметили потом мы увидим это место на карте две предыдущие удалю метки что это за программа это программа google земля многие и знают и сейчас вы увидите что это программа значит мы чтобы выйти из режима рельефа делаем вот так раз выход все вот видите меточку мы ставили где все то есть то место где нам понравилось мы отметили также мы можем здесь смотреть по карте вот алматы видите да а это как шоу ковшака и выше по речке значит примеру нам вот это место понравилось да что мы делаем мы просто приближаем делаем приближение вот такое вот и в какой-то момент карта сама переворачивается и вот пожалуйста вам рельеф и вы уже можете смотреть прокручивая колесико вы видите да какое ущелье что чего как примерно то есть некоторое понимание красота красота вот по этой речке можно побродить значит что здесь есть интересного в этой программе я уже упоминал есть вот такая функция вот давайте вот на этом участке посмотрим значит вот здесь мы выбираем выбираем вот эту кнопочку добавить путь и его рисуем вот таким вот образом все нажимаем окей и он у нас сохранен значит вот путь без названия вот он у нас нарисован можно изменить цвет прочее все я не буду здесь это показывать разберетесь потихонечку ну если будут вопросы потом еще я буду в роликах показывать нажимаем кнопочку редактировать и показать профиль вот такую красоту мы видим то есть на карте мы видим стрелку высоту и здесь мы видим где у нас видите то есть передвигая мы можем отследить рельеф увидеть высоты процент понимаете да точно так же мы можем отследить рельеф русла то есть по руслу провести линию в начале так ну не хотите у меня слушаться ком ладно потом по удаляю листья то есть вот у нас метка да мы метку ставили на место понравилось а теперь здесь мы прокладываем путь вот то есть прям по руслу вот просто прям по руслу то я не совсем идеально все ok нажимаем и опять редактировать кнопочку показать профиль рельефа и вот он наш рельеф видно да то есть нижней части нижняя точка находится на высоте 1992 метра а в верхней точке получается 2057 метров то есть 65 метров перепад высоты на вот этом участке поток воды достаточно приличный должен быть и там где есть вот такие вот ложбинки то есть остановка течение то есть изменяется наклон в том месте тяжелая фракция ляжет здесь не очень удачно может быть наверное найдено место но есть такие вот места где как раз так вот получается что вот видите идет идет раз и чуть приподнялась и вот в это место как раз есть смысл заглянуть то есть вот где красная точечка до запомнили давайте поставим метку все метка стоит да а надо чуть-чуточку что проверяем вот сюда и надо витку все видите четко совпадает да все метку мы запоминаем и вот в этом месте в конкретном мы делаем промывку понимаете то есть в том месте где у нас русло имеет после крутого так скажем уклона такую впадинку там мы и смотрим ну вот коротко как работать значит с рельефом на google земля будут вопросики но я еще может быть сейчас посмотрю то есть смотрите как хорошо и все видно прекрасненько вот алматы вам пожалуйста и вот как шаты и вверх пошли точно так же можно любой любой другое место посмотреть здесь какой-то горнолыжный склон не будем туда сюда зайти посмотреть да ну давайте здесь посмотрим что нас здесь может ждать здесь куда-то заврел очень сильно ну вот бежит ну вот бежит ручеек небольшой да а вот выход скальника видите ну что вниз тут и тропа вон есть даже дорога и вот тоже видите что получается скальник осыпь здесь тоже скальник тоже можно сюда прогуляться тем более дорога вон рядышком есть и тут дома он есть мы видим так что до этих мест образа вполне реально тут дороги всюду везде проездные вот и все тут ничего сложного нет любое место заходите и смотрите себе не фантазируйте много особенно на первых выездах первые выезды вообще не должны быть и для души больше нежели для того чтобы найти то есть вы едете на свежий воздух и на свежем воздухе вы все это дело смотрите для себя для души понятно да программа google земля многие и знают вот ее используя вы можете себе наметить маршрут где у нас алматы вот алматы и посмотреть тот путь который вы планируете сделать то есть что из себя представляет ущелье какое-то то есть просто приближаете вот так мышкой прокручиваете вот интересное место осыпь интересная до цирк такой давайте его посмотрим как он тут будет выглядеть кстати место вполне пригодно тоже для промывки вот пожалуйста вам черные и породы выходят на поверхность скальничать такой да и здесь осыпь мы сейчас вот на эту горку поднимемся давайте из этой горки посмотрим как это будет дело выглядеть там смотрите как хорошо вот хотя это не не черные скалы да вообще да не не это наверное все же таки деревья но по-любому осыпалась вниз сюда здесь речкой все перемывалась достаточно большая площадь и вся вовнутрь и там он дальше еще такая что жила ложбинка представляете какой объем материала сюда был смыт и внизу вот здесь он был перемыт водой все так вот поднимемся на горку о и вот так вот посмотрим да красиво правда тут подписчик меня скажем немножко прессанул сказал владимир когда же я услышу про павлодар информацию еще одинок другой я домашние дела закончу все и тут хвосты занести еще мне надо и все буду по возможности всем отвечу конечно напоминайте обязательно потому что просьба очень много и они просто затеряются без стеснения с павлодара подписчик я его благодарен третий раз мне уже напоминает ну вот мы на google земля провели маршрут и смотрим рельеф естественно вот в такое вот ущелье да есть смысл заглянуть где это и ущелье находится а мы вот так вот выставляем полосочку и смотрим а вот оно где у нас видим да то есть в это ущелье и заглянем давайте вот это тоже ущелье интересно и вот такие вот ямки мы будем заглядывать вот тоже вот еще вот еще интересно то есть перепад высот пусть небольшой тут всего-то самая самая нижняя точка у нас шестьдесят шесть метров до самая высокая сто пятьдесят семь метров сто метров перепад все ж таки где то что то что то надо искать если искать а так конечно данная карта для рельефа лучше еще сейчас один момент я хочу показать здесь вот долинка есть тоже вот в нее зайдем да приближаемся вот так вот давай все где у нас горы 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 надо было поближе в горам конечно чтобы начинается куда когда хочу какое 2007 она естественно не так наглядно рельеф чувствуется в этом значит есть вот такая функция камера вот мы и включаем и внизу появляется кнопочка кнопочка записи и звук у меня к сожалению я в свое время комп делал для других целей и звук не был не нужен вот теперь все менять придется все по новой мы включаем красную кнопочку нажимаем он ведь и стала красной и пошла запись прокручивая вот так вот карту просматривая места даже вот выйдя из режима до у нас идет перехват экрана и все записывается когда мы запись закончили мы нажимаем кнопочку стоп и вот видите у нас 40 50 секунд сейчас дохлоп все и у нас запись сохранилась мы ее в любой момент не нажимая на программу вот можем включить и просмотреть все вот как мы записывали то есть вы можете для себя снять ролик маршрута с отметками и с прочим совсем и уже по этому маршруту идти то есть все то же самое видите то есть что я делал то же самое то есть он секунды заканчивается и все 50 секунд и все надо нам повторить мы опять повторяем и опять у нас то же самое пошло видите этот ролик можете сохранить и просматривать в дороге то есть когда вы на маршруте на этом пожалуй закончим знакомство с google землей хорошая программа поработайте с ним с и свои маршруты снимите на ролике